ребята всем привет несмотря на такую походную обстановку сегодняшнем видеоролике я хотел бы сделать небольшое такое видео пояснение видео ответ хотелось бы начать свой рассказ того что такое вообще youtube как на нем зарабатывают люди сколько времени они тратят на это и какие деньги они с этого получают в общем на моем канале я веду активную деятельность уже три года и не только я один там есть еще ряд персонажей которые тоже мне помогают в развитии моего канала ну так сказать актеры в этом деле это наши собаки подсадные утки отец мой с которым мы постоянно охотимся мои друзья с которыми мы ездим на рыбалку вообще когда я начинал свою деятельность в ю тубе для меня это было такое хобби мне всегда была интересна видеосъемка фотография и было много прекрасных возможностей которые в моей памяти есть но у меня никогда не было видеокамеры не было там присев аппарата в каких-то определенных ситуациях в памяти они есть лишь только в моей поделиться с людьми и со своими близкими и друзьями я не могу этими фрагментами поэтому меня всегда тянула и манила снять это все где-то это хранить как-то делиться с друзьями и с людьми которым и это интересно там природой рыбалкой охотой какими-то событиями ситуациями вот и поэтому я пришел к тому что нужно купе купить себе какую-нибудь видеокамеру или там вообще начинал есть телефоны съемки свои и где-то это все хранить на компьютере понятно что много видеофайлов не на хранишь поэтому научился пользоваться ютубом организовал там этот канал свой не туда начал видео выкладывать и делиться этим контентом так сказать со всеми теми людьми кто на сегодняшний день подписаны смотрит наш канал начинал как я уже говорю свои видеосъемки с телефона снимал первое же видео которые начали выходить в меня это я там охотился на перепелку ходил уток стрелял по видеосъемке там особого опыта не было и мне люди многие начали писать купи секс и камеру все трясется и никакой стабилизации рома давай там работой над качеством контента это были первые такие уже посылы моих подписчиков многие до сих пор со мной находится я смотрю периодически они в комментариях появляются большой вам привет ребята вот пошел потратил небольшую сумму денег купился экшн камеру ничего там особо не понимал не разбирался секс и камеры все пошло более-менее хорошо люди начали еще больше подписываться смотреть мои видеоролики следующим таким призывом было рома качество твоей видеокамеры она не очень экшн камеры но я сам это прекрасно понимал это у меня было экшн камеры сжикам и жить 4000 многие блогеры с этого начинали в ю тубе она стоила там в районе 5000 плюс дополнительная там купил всякие причиндалы там селфи палку там в общем всякие в мелочевку такую все это требовал затрат каких-то флешки опять же опять же нужен был компьютер опять же нужна была лицензионная программа которая монтировать могла видео и сохранять его там в нормальном качестве которое можно было как-то хоть назвать качеством это все требовал затрат дальше я там лето с этой экшн камеры походил к осени уже купил себе видеокамеру портативную которая позволяла улучшить опять же качество картинки и звука я начал охоты на рябочек снимать там чем камерой и какие-то рыбалки она стоила уже в районе 20000 мне потребовался еще штатив профессиональный который был бы тяжелый который был бы массивный который можно было бы поставить поставить на него камеру и снимать видео для вас вот я это все конечно там что-то продавал что-то как-то менял потому что деньги из семьи тянуть на мои эти увлечения тогдашние как я считал смысла особого я не видел ну и как-то это непорядочно по отношению к семье поэтому я там пытался крутился как-то в общем вылазил из этих ситуаций менял свои старые камеры на штативы в общем и все остальное канал еще подрос у меня в связи с тем что я начал видео более качественного уровня снимать и потом я пришел к тому что экшн камеру моя это фуфло и людям уже стыдно это показывать звук пишет никакой картинка тоже нестабильная я потратил еще определенные деньги на покупку экшн камеры уже получше это было экшн камеры sony который я покупал за 18000 sony s 50 я это уже снимал около года ну и потом как бы начал уже более профессионально подходить ко всем этим видеосъемкам понял что на 50 процентов в качестве контента это не только видео но и звук поэтому я приобрел себе рекордер который пишет хороший звук купил себе хороший конденсаторный микрофон это все опять же требует деньги батарейки там всякие опять же флешки туда все это как бы требовало затрат с этой камерой я снимал около года мне были конечно же свои там недостатки я смотрел на более дорогие как камеры более крутые которые расширяли бы мои возможности в работе и потом я понял что все что я покупал это все как говорится скупой плате дважды и трижды и пошел купил себе экшн камеру за 35000 sony x 3000 снимая на нее уже почти два года но это на сегодняшний момент вот сегодня у нас 2019 год апрель месяц на сегодня эта камера до сих пор хотя я ей уже три или четыре года она дает прикурить всем остальным камерам которые появляются даже на сегодняшний день на рынке экшн камер лучше пока ничего не надо и надо было мне это сделать три года назад и я думаю мой канал бы гораздо больших успехов даст достиг результатов проанализировав всю ситуацию я пришел к выводу что мне необходимо еще и хорошая портативная камера которая позволит снимать бомбические видео люди будут говорить что да это уровень надо это дело посмотреть и поэтому я пришел к тому что мне необходимо еще одна хорошая видеокамера пришлось мне продать все что у меня было все это оборудование о котором я рассказал продать конечно же за не за ту стоимость за которую я покупал и как бы распродав все свои эти гаджеты шмаджеты все остальное крепление еще добавив опять же приличную сумму денег я себе купил камеру panasonic 4k в общем это тренд такой 2019 года и с этого момента я посчитал что теперь мне как бы все есть все устраивает рот только работой 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 вот и буду вас радовать так что мой совет начинающим видеоблогерам которые думают о том что они этот канал будут развивать они будут снимать для людей они хотят каких-то добиться результатов от этой своей работы и деятельности берите самое хорошее сразу не тратив там по частям потом все это продавая за три копейки и покупать самое лучшее оборудование берите если снимаете охоту рыбалку как мы берите самую хорошую экшн камеру это основное в наших делах экшн камеры это 90 процентов работы вторая видеокамера надо больше нужно как дополнительная поэтому я выбрал камеру с хорошей картинкой чтобы она могла снимать в плохом освещении так как постоянно где-то прячешься утром на зориках там охотишься вечером поздно вот и она имела зум чтобы я мог приблизить картинку без потери качества вот вторая видеокамера мне нужна для этого все остальное я отмел в сторону все что продал уже что еще раз продаю и конечно же звук это 50 процентов хорошего видео после того что я перечислил я думаю многие поняли каких затрат стоит организовать youtube канал его вести вот и сейчас расскажу о доходах какие он приносит основной доход с youtube это реклама с просмотров которая появляется там перед началом видеоролика каждого ее можно пропустить можно посмотреть можно перейти youtube там и рекламодатели на ю тубе они платят за с этого деньги значит за 10 тысяч просмотров он получается 1 доллар рекламных просмотров которые люди посмотрели поэтому доход такой вот у меня за три года моей бурной деятельности он в районе там 30 тысяч с этого дела с рекламу появился поэтому все видеоблогеры люди которые думают развития перспективах своего дела а вести youtube канал это занимает очень много времени потому что ты во-первых снимаешь надо или не надо те это хочется тебе этого или нет но чтобы канал развивался нужно регулярно снимать видео и выкладывать его чтоб люди смотрели чтобы на канале была активность какая-то были видео новые были просмотры были отзывы людей комментарии там лайки дизлайки если есть на канале движуха тогда youtube считает канал живым поэтому 40 градусов мороза на улице лето жара и комары много у тебя других дел или нет приходится брать в руки камеру идти и снимать видео показывать его чтобы твое дело жила на которую это потратил уже много времени и соответственно вот это хобби она переходит в разряд работы которая занимает какую-то часть времени в твоей жизни и она соответственно должна оплачиваться каким-то способом вот поэтому многие видео блогеры развив свой канал достигнув какого-то определенного уровня начинают пытаться это все дело монетизировать чтобы она приносила хоть какой-то доход чтобы твое потраченное время оплачивалось или хоть как-то она там еще раз повторюсь монетизировалась снять контент от еще пол беды его еще нужно смонтировать обработать пересмотреть на тысячу раз сделать из него полноценный видеоролик качественные потом только выложить его youtube причем выложить его нужно так опубликовать чтобы еще люди могли там новые его находить а это называется оптимизация видеоролика то есть на это тратится еще какое-то определенное время но у меня сейчас среднем где-то около двух часов еще тратится на оптимизацию на публикацию видеоролик ну исходя из того что я сейчас рассказал многие видеоблогеры начинают как-то получать прибыль от своей работы от этой понятно что на рекламе в ютубе эту прибыль получить очень сложно да это это прибыль назвать даже сложно поэтому все пытаются найти где-то применение своей бурной деятельности в других местах я тоже не исключение я понимаю что я трачу много времени на дело которое мне практически не приносит никаких дивидендов так скажем и я тоже ищу варианты как можно из этого хоть какие-то деньги выжить поэтому многие люди пытаются там продать какие-то свои товары которые они производят но вот например я там пытался продавать вещи из паракорда это ручная работа мой труд меня когда есть там зимой какое-то свободное время вечерами я вот изготавливаю такие вот поводки для собак могу изготовить там подвесы переноску для дичи то есть всякие такие вещи у меня видео есть на канале по этому поводу это так скажем одно из направлений один из источника дохода можно что-то там производить и продавать многие делают час модные стримы так называемые или там прямые трансляции в которых подключен донат то есть это люди могут один человек допустим автор канала сидит общается на какие-то темы с людьми они ему там накидывают кто сколько может на поддержку штанов как говорится ну и еще одно из направлений где можно получить прибыль имея свой youtube канал на котором есть уже какая-то аудитория это конечно же производители и продавцы различных товаров и услуг в нашем направлении рынок этот активно развивается все больше и больше новинок приходят из-за бугра там по разным охотничьим товаром по рыбалке и конечно же мы представляем интерес как авторы и обладатели такой целевой аудитории для таких людей для производителей товаров и для продавцов поэтому они на нас выходят они нам предлагают сотрудничество они нам предлагают какой-то доход с этого иметь ни один из каналов практически не избежал того что автор его пытается когда-то там рассказать показать какой-то продукт высказать свое мнение по этому продукту оставив ссылку там в описании под видеороликом и кого это заинтересует из людей которые это видео посмотрели они могут пройти и купить данный товар взаиморасчеты там между автором канала и производителем либо продавцом данной продукции это уже их личное дело там разные есть тоже схемы есть там за деньги заказной видеоролик например можно сделать можно там бартер какую-то вещь там тебе отдают а ты про нее видео снимаешь и рассказывать главное чтобы эти обзоры отзывы тесты и все остальное были честными были непредвзятыми это моя принципиальная позиция которую я обсуждаю с каждым заказчиком когда разговариваю там определенных рекламных услугах и больше вам скажу что многие производители но мне практически все такие падались они сами говорят ты нам не рекламируй нам не надо у нас товар мы свой знаем ты просто людям расскажи и покажи что это такое и как это можно применить и где это можно найти вот это меня очень радует потому что многие видеоблогеры там говорят что вот мне прислали фуфло я там посмотрел она у меня в руках разваливается я его обратно в этот интернет-магазин отправил и послал их шлите чего-нибудь хорошие я тогда прорекламирую у меня таких не было заказчиков мне они не попадались мне они четко и ясно говорят мы знаем свой товар он вот такой такой у него есть такие косяки а есть вот такие плюсы расскажи о них покажи людям просто расскажи о том что он вообще есть и что и можно пользоваться и где его найти вот поэтому мои как бы принципы совпадают с принципами заказчиков в 99 процентов случае и я эти обзоры снимаю думаю что сегодняшнем видео я пояснил каких финансовых затрат стоит ведение youtube каналы его развития с каких временных затрат это стоит почему авторы youtube каналов пытаются рекламировать какие-то товары и услуги видеоролики в которых будут присутствовать какие-то обзоры товаров с какой-то рекламой продукции и на моем канале будет сделана отдельная картинка на этом видео которая будет отличаться дизайном и люди кому это не интересно смотреть они могут просто не смотреть эти видеоролики подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх под видеороликом и до встречи на охотах и рыбалках и и Продолжение следует...